Всем привет! Меня зовут Михаил, я руководитель Яндекс.Шеф. Раньше эта компания называлась «Партия еды». Где-то месяцев 8 назад купил Яндекс, и месяца 3 назад переименовались мы в Яндекс.Шеф. В этой презентации на самом деле… Короче, эта презентация, она не совсем прямо про маркетинг. В итоге получилось чуть больше про продукт. Но я просто подумал, что чем маркетологам рассказывать, откуда, не знаю, брать трафик или еще что-то такое, я вряд ли что-то такое вам расскажу. Прям вау, потому что я этим не занимаюсь. И я решил рассказать вам немножко про то, как мы разрабатываем у нас в компании продукты. Тем более у нас продукт – это физический продукт, коробка с едой. Это не очень стандартно. Часто на продуктовых конференциях рассказывают, как правильно рисовать какой-нибудь SaaS-сервис или что-то такое, но как управлять коробку с едой. Мало кто рассказывает. Расскажу поэтому про это. И как мы разрабатываем эти продукты, и как мы увеличиваем продажи с помощью различных гипотез, экспериментов и так далее. Это на стыке продукта и маркетинга. И мне кажется, любой человек, который занимается маркетингом, для него суперполезно смотреть на бизнес с точки зрения продукта и понимать, что вообще-то, если честно, там основные улучшения в продажах, например, они, как правило, связаны с изменениями в продукте, чем в каком-то баннере на Фейсбуке. Хотя и то, и то важно. Поэтому мне кажется, это будет полезно. Вот, еще одна ремарка. То, что здесь много, что я рассказываю, это мы еще делали в партии еды. На самом деле практически все. Вот, как бы просто сказал это. Не знаю зачем. Вот. На самом деле я просто не знаю, как там пиар-служба Яндекса, что там можно говорить, что нет. Большая часть из партии еды. Вот, что такое наш продукт, если вы еще не слышали, это такая коробка по подписке с едой. То есть люди подписываются на наш сервис и каждую неделю получают коробку с продуктами и рецептами. И потом по этим рецептам в течение недели готовят продукты, получают ужины в таком вот стиле. Вот. Соответственно, наш продукт, это у нас на самом деле есть там типа IT-составляющая продукта. Это, знаете, мобильное приложение, сайт, личный кабинет. Ты можешь управлять подпиской, там ставить оценки и так далее. И есть физическая часть продукта, который на самом деле является основной. это коробка с едой. Я расскажу сначала в первой части, как мы стараемся подходить к разработке этого продукта. Во второй части, как, соответственно, мы с помощью гипотез влияем на метрики. Вот. Что в нашем понимании продукт? Да, вот у нас есть типа несколько линеек меню, еще какие-то дополнительные товары. Я там скопировал, по-моему. Ну, короче, там неважно. Просто забыл поменять. Вот. Еще есть дополнительные товары, типа завтраки и так далее. И там еще есть какие-то элементированные. Ну, в общем, короче, есть там основные наши меню, с которыми мы как-то работаем. Вот. Разрабатывать их, внедрять новые или изменять довольно сложно. И мы здесь выработали какой-то свой подход, о котором сейчас расскажу. Вначале, когда мы были стартапом, было все просто. Типа мне в голову приходила идея, давайте сделаем, ну, например, там фитнес-меню. Вот. И типа мы шли и делали. Потом нам показалось, что мы так ошибаемся или двигаемся немножко не туда. И мы смогли там нанять, например, людей, которые вот типа продакт-менеджеры, там бренд-менеджеры или там отвечают за какое-то конкретное меню. Вот. И в какой-то момент пришли к более классическому подходу из-за там, знаете, из какого-нибудь фэшна, когда там делается коллекция осень-весна, это происходит там типа, ну, короче, нам ребята нарисовали примерно такую схему. Вот. И это занимает довольно долго и довольно сложно. То есть там есть куча разных этапов. Ты должен там типа, не знаю, там с помощью какой-нибудь семантики из глубинных интервью понять, какими свойствами должен обладать твой продукт и так далее. Потом привести там еще 50 глубинных интервью, потом еще что-нибудь сделать. Потом в итоге, не знаю, прям придумать название для этого меню. Вот. Нам показалось, что это долго, потому что в нашем, если говорить про наши ценности, ребята сейчас хорошо рассказывают по ценности, у нас скорость – это одна из наших ценностей. Вот. И немножко нас всегда напрягало, когда мы долго что-то разрабатываем, выкатываем. Поэтому мы постарались в итоге найти что-то посередине. Вот. Я расскажу про пару интересных нюансов. То есть на самом деле, к чему мы пришли? К тому, что такие там типа важные штуки, как CASDF, например, метрики, они на самом деле очень важны, их обязательно надо использовать, но ими невозможно подменить твое видение. Вот. То есть и они не защищают тебя от ошибок. То есть типа если ты все сделаешь по уму, то ты сделаешь хороший продукт, который будет пользоваться спросом. Это вообще не работает, к сожалению. Ты, скорее всего, сделаешь там тоже фигню. Вот. Поэтому на самом деле, возможно, стоит лучше быстрее сделать фигню, потом доработать ее до хорошего продукта. Вот. Но это как бы не отменяет того, что вот этим инструментом можно пользоваться. Сейчас расскажу несколько кейсов, которые у нас там сработали по-разному. Например, возьмем глубинное интервью. Это штука, когда ты хочешь выпустить новый продукт, ты берешь там из нужной целевой аудитории людей и проводишь с ними по определенной методике, там разной степени глубины, вот эти интервью. Там типа от 30 минут по телефону до нет, от 3 часов вживую. Вот. Мы этим всем пользуемся. И иногда это дает очень клевый результат. Приду к примеру. Мы как-то там года полтора назад запустили семейное меню. Это типа это семейное меню, в принципе, понятно из названия. Вот. И оно еще не очень взлетело. И мы… Как раз нам там пришел там продукт, девушка Настя, которая сказала, давайте сделаем вот эти там штуки скучные. Вот. Ну, с моей точки зрения. Вот. Ну и мы сказали, давай. И действительно мы сделали несколько интересных открытий, которые, казалось бы, очевидны, но тем не менее почему-то эти так называемые инсайты всплыли только вот с помощью этого интервью. Вот я сейчас просто их тут выписал. Например, там, короче, фишка семейного меню, что это дети тоже должны есть. То есть это для семей, у которых есть дети. Вот. И есть семья без детей, да, есть с детьми, соответственно, вот это для тех, у которых есть дети. Вот. И вот, например, выяснили интересные вещи. Например, дети любят котлеты, тефтели, ядрайники. На самом деле дети любят перетертое мясо, то есть им сложно жевать, и поэтому оно должно быть в виде фарша. Или, например, вот прикольный инсайд, что родители хотят накормить детей всегда овощами. И реально, если есть родители, да, в зале вы это знаете. Но дети не любят овощи очень часто. Это как бы противоречие получается. Поэтому, чтобы удовлетворить и тех, и тех, можно делать такие как бы хаки типа того, чтобы натереть эти овощи и добавить их в соус. Да? Вот. Прикольно. То есть как бы ребенок, которого не заметит, и съест овощи. Вот. Крупы и пасты максимально без примесей. Например, лук, морковь. У нас там часто в наших рецептурах, в нашей библиотеке ингредиентов, это все как бы… Наша библиотека, так называемая, полуфабрикатов. Это все есть, но мы там, например, можно для семейного меню специально убирать оттуда лук. Потому что это не очень хорошо для детей на самом деле. Вот. И то же самое с соусами и специями. Если все-таки они там есть, то нужно делать какую-то отдельную пометку в рецепте, что если там, например, в тарелку ребенку не добавляйте просто этот соус, а себе можете добавить. Вот. Вот такие… Ну, это просто примеры инсайтов, которые вот сейчас я читаю. Они очевидны, но мы до этого не додумались. То есть здесь глубинный интервью хорошо сработали. Еще у нас есть классическое меню наше, лидер наших продаж с первого дня. И мы тоже решили повторить это потом. Мы типа, ну окей, семейное меню круто получилось, давайте теперь с классическим. Мы провели кучу глубинных интервью и выяснили вот такие вещи. Теперь люди говорят, не надо красного мяса, не надо свинины, не надо жирного, поменьше жареного, поменьше углеводов, потому что это ужин и на ночь. Ну и побольше необычных ингредиентов. Вот. Как бы, ну, тоже понятные тренды. Сейчас, в принципе, люди стараются следить за своим питанием, заботиться о своем здоровье и так далее. Но на самом деле мы начали это как-то внедрять. И это не очень сильно, там, как-то позитивно не сказалось на продажах. Мы потом, слава богу, у нас еще есть метрики, кроме глубинных интервью. И мы пошли, посмотрели рейтинги, у нас рейтинги блюд. У нас в мобильном приложении можно ставить оценки блюдам, любым, которые ты когда-либо заказывал. И мы просто посмотрели и сделали такое упражнение, как топ самых популярных блюд за всю историю партии еды на тот момент. Вот. И, например, три как бы самых популярных блюда, типа спагетти со свиной вырезкой, да, или паста с копченой курицей и с двумя видами сыра в сливочном соусе, да, то есть максимально, типа, жирного. Фарфали с беконом. То есть в двух из них присутствует свинина, остальное просто там сыр и сливочный соус. Вот. Ну это три, там ниже, в общем, это все красное мясо, там типа в топ-10 везде кажется. Вот не считая второго места. Вот. То есть здесь на самом деле мы видим, что люди как бы немножко выдают желаемость за действительную. То есть мы все хотим питаться очень полезно, но в итоге я на обед там ел хинкали. Вот. И это как бы, ну вот это так вот у людей работает. И соответственно, но на самом деле мы сделали фитнес-меню, у нас есть фитнес-меню, которое соответствует всем этим требованиям. Оно идет там, вот если красная линия это продажа классического меню, то вот то ли салатовое, то ли зеленое, это фитнес-меню. Вот. Ну какое-то зеленое, наверное, вегетарианское. Какое-то из них там. Вот. Короче, то есть мы все видим, что люди все равно заказывают больше всего классическое меню. Фитнес, правда, дороже тоже влияет. Вот. Вы довольно сделали простые выводы. То есть хотя нужно использовать вот эти инструменты из классического подхода к развитию продуктов, но нельзя на них уповать и заменять ими какое-то свое ощущение и видение. И, ну, несколько простых вещей, типа пока не запустишь, не узнаешь. То есть кажется, что прикольно запустить и потом улучшить, чем долго-долго строить, потом запустить и понять, что это немножко не то. Есть такая, как мне нравится, есть поговорка, если самолет постоянно совершенствовать, он никогда не полетит. Вот. Да, и сразу хорошо не сделаешь. На самом деле, если вы когда-нибудь делали редизайн сайта, здесь же есть, здесь же все занимаются маркетингом. Я раньше тоже занимался маркетингом, и у меня был опыт редизайна сайта. Это полная задница обычно получается, когда ты весь сайт сразу пытаешься переделать и все учесть, сделать сразу идеально. Получается очень долго и часто не очень хорошо. Гораздо прикольнее, на самом деле, через какие-нибудь тесты делать это итерациями. Вот. Особенно если ты делаешь это ин-хаус, да, там своим отделом маркетинга. Вот. Ну то есть сразу хорошо, на самом деле, не сделаешь. Все равно ты ошибешься, там немножко где-то не так, вот, и потом это будешь улучшать. Поэтому, может быть, лучше запустить и узнать это сразу. Вот какие-то такие инсайты про продукт. Да, еще вот кажется, что главная это скорость проверки гипотез, исходя из того, что я рассказал. То есть кажется, что если ты все равно будешь ошибаться, то как бы лучшее, что ты можешь сделать, это ошибаться с максимальной скоростью. Точнее, не то, чтобы ошибаться, а проверять гипотезу с максимальной скоростью, чтобы быстрее натыкаться на правильные решения. Потому что все равно все ошибаются, как ни крути. И надо просто сделать это быстрее, чем, например, конкуренты. просто максимально быстрее относительно самого себя. Это на самом деле не то, чтобы моя мысль. По-моему, Безос из Амазона говорил, что у них одна из ключевых метрик – это количество изменений в год, которые они совершают у себя на платформе. А в booking.com там у них есть какая-то метрика по проценту багов у них на продакшене. И если она слишком маленькая, они говорят, так, мы слишком медленно развиваемся, у нас очень мало багов, надо быстрее делать. По крайней мере, они сами так рассказывают. Не знаю, насколько это правда. Дальше расскажу на примере одного из наших меню, как мы улучшаем показатели продаж через проверку различных гипотез как раз. У нас есть промо-меню, так называемое. Это меню, через которое к нам приходит большинство новых клиентов. То есть оно действует только на первый заказ. Там всегда одни и те же блюда. Если в остальных меню каждое блюдо каждую неделю меняется, то здесь это одни и те же три блюда. Если вы видели рекламу Яндекс.Шефа, я так позреваю, что видели, потому что мы тратим на это очень много денег, то, скорее всего, вы видели рекламу именно этого меню, которое вам предлагают впереди и купи там за 1499 рублей, если я не ошибаюсь, вот эти три ужина. И расскажу про это меню, как мы над ним работаем, чтобы улучшать наши продажи. Там, естественно, мы тоже подходим к этому через проверку гипотезы, стараемся основываться на данных, на аналитике и стараемся тестировать буквально все. Например, блюда. Как бы самая прикольная штука, которая у нас есть, это, знаете, как то, что перевернул рынок такси, когда ты можешь оценить водителя, и водители сразу стали все вежливыми, это просто уже все забыли, но раньше, типа, очень опасно было садиться в машину и так далее. Это то, что ты можешь оценить. У нас это тоже очень хорошо работает. Мы стараемся собирать как можно больше метрик про блюда, про шеф-поваров, которые готовят эти блюда, про меню, в которые включены эти блюда и так далее. У нас есть куча панелей в нашей биосистеме, которые показывают разные метрики. Например, там вот средняя оценка по партиям, по меню, пробного меню самая высокая оценка. Вот фитнес, например. Количество там оценок, количество отзывов, там еще можно отзывы писать, количество отзывов, средняя оценка по неделям, ну куча в общем панелей, за которыми мы стараемся следить. Там еще можно, например, разбить по шеф-повару и понять, какой шеф-повар в среднем имеет лучшую оценку. И у нас много, мы там постоянно приглашаем новых, поэтому это тоже влияет. Вот. Это еще какой-то график. Вот. Это я уже только что показывал. Мы еще следим за когортами. Это очень важная штука в нашем бизнесе. Ну, наверное, практически в любом бизнесе, но в бизнесе по подписке это вообще самая ключевая вещь. Все знают, что такое когортный анализ. Это штука, которая показывает, как у тебя сохраняются клиенты. Например, цифры мне пришлось здесь заблюрить, потому что тут реальные цифры, не можем их показывать. Например, если здесь пришло 100 клиентов, а на следующую неделю осталось там типа 50, там, а потом 40, потом опять 50, потом стало больше или меньше, это вот когорта. И так как это бизнес… А на следующей неделе пришло еще 100 клиентов и как бы там типа здесь было 100, на следующую неделю 50 осталось и 100 пришло, осталось 150. Круто, бизнес вырос на 50%. Вот, но как бы в итоге, когда когорт много, получается более сложная математика и за всем этим очень важно следить, потому что в какой-то момент ты начинаешь привлекать много пользователей новых, а бизнес почему-то может не расти, оказывается, потому что у тебя просто старые когорты умирают с какой-то определенной скоростью, тебе нужно замедлить эту скорость или вообще, точнее остановить вообще падение когорты, она должна стабилизироваться где-то. Соответственно, это как бы очень хороший показатель, который тоже в целом показывает качество твоего продукта. То есть за этим тоже надо очень активно следить, можно строить когорты по разным меню, например, мы выяснили, что у нас есть меню 10 минут, которое быстро готовится. Интересно, что у него была низкая оценка, но когорты по нему очень прикольные. Странно. Потому что, возможно, людям не очень нравится качество блюд, но для них важно, что тем не менее, что они мало времени тратят на готовку, может поэтому мы на самом деле это, честно говоря, не знаю ответ. Эти скриншоты довольно старые, может он что-то поменялось, кстати. Им там чуть больше, чем полгода. Соответственно, что можно тестировать? Это блюдо, опираясь на аналитику. Цены тоже еще одна характеристика продукта, которая обязательно должна подвергаться, кажется тестированием. Вот мы, например, тестировали вот такой вариант на это пробное меню. Сколько он будет стоить? 1600 рублей или 1400? Как думаете, какой вариант победил? Победил 1400, потому что он дешевле на 200 рублей. Вот. Вот такой интересный эксперимент мы провели. На самом деле, это интересный эксперимент в том смысле, что мы проверяли, как называется, эластичность по цене, что типа, а что если мы поднимем на 200 рублей, мало ли людям все равно. На самом деле, люди же не знают, сколько стоит должна коробка с едой. Откуда они решили, что 1400 или 1600, это какое-то с неба решение. Типа, может быть, для людей вопрос, как они это воспринимают. Вот. Ну, тут как бы чудо не случилось. И на самом деле, если ты на 200 рублей поднимаешь цену, в нашем случае, то стоимость привлечения этого клиента увеличивается больше, чем на 200 рублей. То есть ты за нового клиента платишь там типа на 300 рублей больше. То есть скажешь, что выгоднее снизить цену. Ну, опять же, сейчас будет отдельный слайд. Это тоже спорный вопрос. Дальше мы еще вот такой эксперимент провели. Точнее, не 1600, а 1400. Тоже ошибка в слайде. 1400 против 1399. Ну, это классический маркетинговый трюк, которым все пользуются, и он работает. Там на 18% больше. На 18% больше. Вот люди, типа 1399 это работает. Вот. Но это и так понятно, что это работает. На самом деле, все иначе в H&M-ах по всему миру это бы не было. То есть там работают такие матерые ребята, которые все это знают. Вот. Но на самом деле следующий хороший вопрос, который мы задали, например, окей, мы снизили цену и стали дешевле привлекать и привлекать больше новых пользователей. Но нам же еще важна когорта. То есть как они у нас остаются. Если выясняется, что вот эти, которые за 1399 больше, так скажем, халявщики, и они уйдут во второй или третий заказ, со второго или третьего заказа соскочат, нам это неинтересно, потому что с первого заказа ничего не окупается, вот это в минус. Вот. Нам интересно, чтобы человек остался с нами. Поэтому мы проверили LTV на 30 дней. Первый. То есть сколько человек нам приносит денег за первые 30 дней. Потому что моя была к ребятам гипотеза, что давайте лучше, дороже привлекать, но вообще эта коробка стоит типа 2200. Вот. И чем больше скидка, тем больше разрыв, и тем хуже люди будут оставаться. Вот. Но вот какой конкретный эксперимент, который мы провели, показал, что выручка там на 30-й день, 1319 против 1600. Она, короче, одинаковая. Вот. Там даже почему-то чуть больше, да, на один процент. Ну, короче, грубо говоря, одинаковая. Вот. Это на там почти на 750 заказов. Вот. То есть здесь как бы вот ребята как-то доказали, что типа нет. Возвращаемость даже. За этим тоже очень важно следить. Еще какие эксперименты? Фотографии. Ну, вот, например, вот было такие три фотки. То есть это три блюда, которые в этом промо-меню были. Сейчас, мне кажется, там другие уже блюда. Или нет? Не помню. Тоже? Те же? Ну ладно. И стало вот… И сделали другие фотки. Вот. Это те же блюда, как бы просто, ну, сфотканы на другом фоне, под другим углом. Не знаю, может… Да. Для другой целевой аудитории. Наверное. Но мне кажется, мы вообще об этом не думали. Как вы думаете, это влияет как-то? Вот это лучше, да? Видите, как разделилось, да? Прикольно. На самом деле, конечно, хороший маркетолог скажет, что я вообще не знаю, потому что это невозможно. Только эксперимент может ответить на этот вопрос. То есть вот отвечать на это с точки зрения собственного вкуса. Все этим грешат, я в том числе. Но это неправильно. Второй вариант оказался лучше на 19%. на самом деле, ну, неизвестно почему и на самом деле не так важно, наверное, почему. Но кажется, там была у нас, был такой довольно понятный ответ, потому что это квадратные фотки, а это прямоугольные. Помимо, никто на это не обратил сейчас внимание, естественно. Но на самом деле у нас большая часть мобильных пользователей, когда ты смотришь на экране телефона, просто большая часть фотографий лучше получается. Совсем больше как бы. Потому что вот такая фотография мелко смотрится на экране мобильного, на лендинге. У нас там типа в 90% трафика мобильный. Вот. Ну, может еще что-то повлияло, не знаю. По-хорошему, конечно, надо было вот эти же фотки сделать, обрезать в квадрат, проверить. Это был бы более чистый эксперимент. Мы еще делали, это прикольно, мы еще делали вот такой эксперимент. А что если фотка будет крутиться? Может это увеличит продажи? Вот. И мы взяли и сделали 36 фоток. По 360 градусов, 36 фоток, а они по 10 градусов крутятся. Потом склеили это в гифку. Вот. И она вот так вот психоделически крутилась на лендинге. Но это не увеличило продажу. Но зато я могу тебе рассказывать это на конференции. Вот. Еще, естественно, мы делаем какие-то простые понятные вещи, больше уже маркетинговые, нежели продуктовые. Как изменение лендинга, на котором это продается. То есть страницы продающие, их у нас там некоторое количество. То есть это, во-первых, у нас полностью адаптировано под мобайл. Это здесь уже другая цена. Мы, кстати, сейчас все-таки подняли цену. Это вот я сегодня делал скриншот. Вот. Здесь типа каждый текст, каждая штука, которая здесь написана, она там много раз протестирована, как уверяют наши маркетологи. И, соответственно, ну вот из прикольного, вот был, например, такой кейс, когда мы, ну мы как бы думаем, у нас там конверсия, не знаю, несколько, там может 4 или 5 процентов в заказ, что довольно высоко вообще-то. Но типа 95 человек из ста не покупают у нас по какой-то причине. Давайте. И что мы сделали? Мы, короче, настроили опрос, по-моему, в Яндекс.Гляде. Ну это можно сделать там в Google форумах, неважно, любой опрос. И запустили на этих людей, на этих людей, которые ушли и не заказали, ретаргетинг, такую рекламу, что типа пройди опрос. Вот. Я не знаю, как это звучало. Там пройди опрос, помоги нам сделать продукт лучше или что такое. И там был вопрос, на самом деле, почему, что тебя остановило от заказа. Там были варианты ответов и были еще, что очень важно, свободные поля, где люди просто писали свои мысли на этот счет. И мы получили это еще было, кстати, во время партии еды, вот этот скриншот. Наверное, там в плане недоверия к бренду. Тут и так мало. Но там типа, когда, конечно, Яндекс, это совсем уходит. Вот. Мы получили кучу каких-то ответов вот в таком виде, в виде опроса, но еще гораздо более полезно. Мы получили в виде открытых текстов. Вот. Получили там, не знаю, штук 300 таких и выделили несколько там основных возражений, которые были прямо сформулированы самими людьми. Мне кажется, что это сильно дороже, чем если бы я пошел и купил это в магазине. Или мне все нормально, но меню не понравилось. Или, интересно, что вы здесь? Короче, или я, например, не доверяю, кто и как это собирает, соблюдаются ли там нормы всякие различные. Опять же, когда-то там Яндекс.Шеф называется к этому меньше вопросов, но как партия еды, про которую мало кто знает, много к этому вопросов. Или какие там размеры порции. В общем, мы выяснили такие штуки и прямо как они сформулированы. И добавили прямо такой список. Ну, типа, где собираются… Он пишет, я не знаю, где собираются ваши коробки. Люди пишут. Мы напишем, где и как собираются наши коробки. И ответ прямо. То есть ты просто берешь, спрашиваешь, что у человека волнует, и пишешь этим же текстом и просто отвечаешь на это возражение. Типа, не волнуйся, с этим все в порядке. Ну и желательно, как там более подробно, у нас есть видео, как устроено наше производство и так далее. Или там, а это дороже, чем покупать в магазине. Мы сняли видеоролик, где пошли в магазин, купили то же самое по чеку, получилось там плюс-минус то же самое. Типа, нет, это на самом деле не особо дороже. И так далее. Или там, а, наверное, нужна там духовка, еще что-то, поэтому мы пишем, что понадобится для приготовления. И это сильно повысило конверсию. Вот здесь где-то был на 37%. Вот. Это очень много, естественно. Вот. И, ну, тут куча таких… Ну или… Что тут еще интересного? Например, мы еще добавили… Да, не нравится меню, мы добавили там где-то фразу, если не нравится… Там фишка, что нужно оставить телефон, и мы свяжемся, и оформим заказ. Мы добавили фразу типа если не нравится меню, все равно оставь телефон, мы просто позвоним и расскажем, какие у нас есть еще меню. Ну, то есть, естественно, это тоже увеличивает конверсию. Как бы вот это такой прикольный пример такого очень практического кастдева, да, который можно сразу имплементировать в свой маркетинг и улучшить результаты. Вот. Да, вот так это выглядело. Яндекс.Взгляд. Отличный сервис. Советую. Вот. Так выглядел результат. На самом деле, ну, количество опрошенных, вот там, 178 человек. Это почему-то написано 0 рублей. Не знаю, ну, не важно. Это все дешево, стоило очень. Вот. Собственно говоря, вот такие вот примеры, как мы работаем над продуктом и стараемся улучшать показатели продаж и маркетинговые показатели с помощью изменений непосредственно в самом продукте. и в конце у меня еще на слайде написано еще раз, что, на мой взгляд, скорость лучше защиты от копирования, потому что, почему это появилось, потому что, на самом деле, когда мы делаем вот это, мы там вкладываем в это много сил, хотя это очень просто выглядит. То есть скопировать это занимает, ну, типа, день. И любой наш конкурент может это скопировать. Это займет там день. Вот. Ну, и, собственно, этим все и занимаются. Вот ровно сейчас у всех наших конкурентов, их уже не так много осталось, но тем не менее, вот, типа, практически один в один теми же фразами, вот, они просто, как бы, на аутсорс отдали свой маркетинг нам и пользуются. Ну, в принципе, мы не сильно переживаем эту тему, потому что, если ты быстрее делаешь и внедряешь эти вещи, то ты, как бы уже, когда они копируют твой лендинг, ты уже понимаешь, что этот лендинг полная хрень, и у нас уже там есть миллион гипотез, как его сделать лучше. Вот. Поэтому скорость лучше защиты от копирования. Если ты делаешь быстро, то ничего страшного, если тебя копируют, это совершенно тебе, ну, не особо тебе навредит. Все. Добрый день. Меня зовут Ай-Сууу. У меня такой вопрос. Коллеги из NIMX рассказывали, что у любой коммуникации есть цель. Понятно, почему они сюда пришли, какую аудиторию они преследуют. Что у вас, привлекло в лекторию ВСИ. Понятно, что ваше время как силу оно дороже, чем просто нагнать трафика на какой-нибудь лендинг. В целом вот в этом вопрос. Еще вы писали в своем фейсбуке, что вы достаточно редко сейчас выступаете. Да, вот Костя подтвердит, что я отказывался несколько раз. Во-первых, Костя очень, он посылает мне сердечко постоянно в фейсбуке. Это, видимо, его фишка, да. И на самом деле очень хороший вопрос, как будто бы, не знаю, мы могли бы заплатить, чтобы вы его задали. На самом деле у нас открыты замечательные вакансии в маркетинг. Мы очень сильно ищем сейчас бренд-директора, человек, который будет отвечать за нашу внутреннюю фабрику контента. То есть нам нужно очень много создавать креативов, делать там, наши аудитории изучать, для каждой аудитории делать вот такие отдельные предложения, лендинги, акции, какие-то свои продукты. Свои там креативы и так далее. Это должно быть просто работать очень быстро. И мы ищем такого человека. Человека, который может создавать клевые, крутые креативы, но там готов опираться на цифры, а не только на свое видение. Вот. И еще у нас есть куча вакансий в перформанс-маркетинг. Они буквально там завтра должны появиться, не знаю, где на HeadHunter. Но вы можете просто написать мне в фейсбуке. Меня там легко найти. Вот. Поэтому если вам кажется, что мы делаем прикольные штуки, и у вас есть знакомые, которые могли бы нам помочь, то обязательно сообщите им. Или сами пишите. Инна Чернышева, начинающий продукт. Подскажите, пожалуйста, как вам пришла идея продукта, и сколько времени прошло до запуска? Я читал тех… Я решил, что нужно сделать бизнес. Вот. Начал читать TechCrunch. Это западная СМИ о стартапах. Типа vc.ru, только чуть хуже. Вот. И, соответственно, нашел там, что в Нью-Йорке запускались такие сервисы в 2013 году, и они поднимали большие раунды, там были как бы на хайпе. Мне очень понравилась эта идея. Я понял, что хотел бы этим пользоваться. Мне очень нравится идея подписки. И, собственно, эта идея мне пришла. Потом где-то полгода я в вяло текущем формате ее с кем-то обсуждал, какие-то финансовые модельки прикидывал, сколько нужно денег, еще что-то. Потом меня познакомили. Просто рассказывал, со всеми делился этим. И меня познакомили с моим будущим партнером. Собственно, мы с ним познакомились. У него было как раз небольшое пищевое производство, которое помогло нам запуститься. И мы запустились. Вот. Ну, такая активная фаза, когда мы обо всем договорились с партнером, до момента, когда мы сделали первую продажу, где-то 3-4 месяца заняла. Ксения Тулаева. У меня к тебе вопрос. Ты много сказал про продукт, ты много сказал про дистрибуцию, но ничего не сказал про целевую аудиторию. Изучали вы ее или нет? Потому что, например, свинина. Я как человек, который лично тебя просил ее убрать. Мне просто кажется, что это отвечали мужики, холостяки. У них очень много свободного времени. Они вот это вот звездочки проставлять и так далее. То есть изучали ли вы, кто вообще вам эти оценки ставит? Может быть, ну, то есть и какой процент у вас… Это вторая часть, да? И графикации, которая вообще есть, и планируешь ли ты ее как-то внедрять? Да? Ну, хороший вопрос про аудиторию, потому что, на самом деле, мы сейчас вот очень много об этом думаем, потому что не особо мы там… У нас есть портрет, что это точно пары. Потому что у нас нет меню даже на одного, это меню на двоих. Из них там чуть больше половины с детьми. И у них там это средний, как мы это называем, средний класс среднего класса или чуть выше. Ну, типа плюс-минус все, что мы знаем, к сожалению. Сейчас мы чуть глубже в это стараемся уйти. Например, у нас есть гипотеза, что люди более старшего возраста, ближе к 40 годам, их тяжелее привлечь. Это более старший для нашего сервиса возраст. Их тяжелее привлечь, потому что там не все из них пользуются Инстаграмом и так далее. Но у них гораздо лучшее удержание. Потому что молодые люди, например, которые 25, например, они легко покупают новые, у них высокий уровень доверия к сервисам через интернет, заказы продуктов. Но они не очень любят уже готовить, например. Для них это что-то такое необычное. Ответ такой, что мы, на мой взгляд, не очень хорошо знаем свою аудиторию. Вообще-то у нас есть конструктор на сайте, можно выбрать блюдо без свинины. Может быть, ты давно не пользовалась. А второй вопрос про геймификацию. Нет, мы над этим вообще не думали пока. Короткий вопрос. Короткий ответ нет. Нет, к сожалению. Ну, просто у нас там такой бэклог типа просто багов каких-то и более понятных фичей, что до этого не доходит. У нас все время есть идеи про детей, что нужно вкладывать какие-то игры для детей, там, не знаю, чтобы они из коробки что-то вырезали. Но это все время в виде какой-то… Что? Да, какие-то типа вкладыши, как раньше, там, не знаю, что-то, что они должны собирать. Но у нас до этого, в общем-то, пока не дошло. Вот. Привет. Ты всю дорогу рассказывал про то, что вы ставите эксперименты и проверяете их каким-то образом. Хотел уточнить, это происходит как обэ-тестирование или вы ставите эксперимент на этой неделе какой-то один и на следующей неделе какой-то другой эксперимент? А в чем здесь разногласия? Ну, когда это обэ-тестирование, у вас никак нет какого-то внешнего влияния, которое вы не можете никак контролировать. А если это одна неделя и другая неделя, то может быть все, что угодно. А, ну, естественно, да. Фактор сезонности или чего угодно еще. Не, ну, естественно, мы стараемся все делать через обэ-тесты, понятное дело. Что можно делать через обэ-тесты? На самом деле есть такие мощные продуктовые изменения. Мы живем в реальной жизни, и когда как бы у обэ-тестов две вещи. То есть если ты начинаешь обэ-тестировать прямо все, то это очень замедляет. То есть на самом деле поэтому нужны хорошие продукты, у которых есть нормальное видение, там, чувство прекрасного, чувство клиента, которые могут сказать, вот это не надо тестировать, просто понятно. Типа, ну, это просто вот так красиво, а это убого. Или, например, вот это типа нормально. И это просто тебе экономит время на обэ-тестирование, когда ты там, если у тебя там плохой дизайнер, то он, ну, ты сколько не тестируй, тоже, знаешь, это не панацея. Вот вторая история, где нельзя обэ-тесты применять, это когда есть глобальные изменения в продукте. То есть типа ты раз и хочешь полностью изменить всю концепцию меню, вот как мы сейчас собираемся уже давно, но ты не можешь это пробо-тестировать. Настолько тебе надо просто все переписать и просто сказать, что вот мы так делаем, и это вопрос веры, как бы, что так будет лучше. Вот в остальных вещах, ну, желательно через эксперименты. Вот. А в совсем крупных и совсем мелких лучше без них обходиться. Но отвечая на твой конкретный вопрос, да, мы стараемся именно через АБТС, неделя к неделе вообще ни на что не отвечает, ты прав. Там может быть праздник, может быть хуже погода. У нас, например, чем хуже погода, тем лучше. Вот. Поэтому там что угодно может влиять на самом деле. Спасибо. Это не чистый эксперимент. Владимир Тупикинг, компания Heads and Hands. У меня похожий вопрос. Как устроено внутри команды вот это вот тестирование гипотез? Это может быть какие-то growth hacking команды или что-то? Как это выглядит? Ну, если и говорить про это. Например, вот это промо меню, про которое мы говорим. У нас есть команды, да. Например, есть команда привлечения, команда удержания клиентов. Как-то так делятся. Мы на самом деле в процессе. Мы сейчас в процессе активного роста и в процессе переделения этих команд. Вот. Здесь в основном рассказывал про команды привлечения клиентов. То, что обычно называют маркетинг. И мне, кстати, гораздо больше нравятся такие более конкретные. То есть, когда ты говоришь, что такое маркетинг, то здесь все дают разное определение. А когда говоришь привлечение клиентов, то это просто очевидно, чем эти люди должны заниматься. Команда привлечения занимается этими тестами. Команда удержания делает эксперименты, которые влияют на эти когорты. Желательно, чтобы они были автономные. Идеально, естественно, все, кто знает agile и скрам методологии, все знают, что если как рассказывать на конференции, да, каждая команда, абсолютно у нее свой аналитик, свои разработчики, свой продукт, свой и так далее. Еще кто-то, кто там нужен. По факту, на самом деле, обычно совсем так не получается. Есть команды, компании, которые говорят, что у них так получается. У нас нет. Возможно, потому что у нас чуть сложнее продукт. У нас не чисто IT-продукт, а он с физикой завязан. То есть у нас и технологи должны быть в команде. И ты просто не раздробишь, чтобы в каждой команде был технолог или андроид-разработчик. У нас их не так много, например. То есть часто ты вынужден что-то делить. Например, часто почти во всех компаниях, не очень больших, не очень богатых, делят мобильную разработку на несколько команд. У нас там, например, вот эта команда физического продукта, скажем так, ее нет смысла как-то дробить. То есть мы как бы, к тому, что ты говоришь, автономность команд — это очень круто. То есть когда у маркетинга нет своих программистов, это очень плохо. Мы к этому вот все время стараемся двигаться, но все время не додвигаемся немножко. Но это как бы туда, куда надо идти. Последний вопрос, к сожалению. Здравствуйте. Меня Руслан зовут. Я ни разу не маркетолог и вообще не очень хорошо знаком с вашим продуктом. Поэтому у меня такой вопрос. Есть ли у вас или задумывались ли вы о внедрении такой рекомендательной системы какой-нибудь? Например, вы упомянули кастомное меню. То есть человек что-нибудь натыкивает, и вы ему еще подскажете, слушай, а здесь бы еще было клево этот адвайс. Или, например, об удержании клиента. Они уже несколько раз воспользовались вашим сервисом и предложить им еще что-то новое на основании информации, которую вы очень много собираете, чтобы дальше их удерживать. Да, это вот эти идеи. Они достаточно на поверхности. Настолько на поверхности, что даже если ты не знаком с нашим продуктом, сразу приходят в голову. Но постоянно в нашем бэклоге, начиная с 2014 года, они так занимают… В пятом квартале мы это сделаем. На самом деле, да, у нас мы собираемся внедрить данные. Как бы сейчас пользователь сам выбирает, что он хочет. Но, естественно, мы можем не очень сложно с помощью каких-то сборов какой-то анкеты о нем и несложного машинного обучения уже догадаться, что он не любит свинину и просто за него уже это предвыбирать. Ну, это вот то, что мы сделаем рано или поздно. Сейчас этого пока нет в таком виде. Сейчас просто есть выбор блюд. Аплодисменты Михаилу. Спасибо большое за рассказ, за ответы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.